Ладно, попробуем установить сервер. Пока не знаю, как устроен Jupyter Notebook, поэтому будем верить тому, что написано. Значит, по умолчанию он запускается на порту 8.8.8.8, и, возможно, к нему получить доступ только через, ну, на локальной машине. Также документация будет написана, как сделать так, чтобы он, наверное, наружу тоже висел. Ну, все, он мне предлагает установить Jupyter, похоже, как программу операционной системы Linux. Я — это установщик пакетов Arch Linux. Вот я нашел пакет Jupyter непосредственно в операционной системе Arch. А, нет, не он, вот он. Jupyter Server. Сейчас попробуем его установить. jy.sep.server. Он обновляет какая-то у него собственная... О, есть даже конкретная веб-страница, как устанавливать сервер Jupyter. Browser-based into different environments for programming, mathematics and data science. For Jupyter Notebook... Да, это... Что-то зря этот Y добавляю. Синхронизацию каждый раз. Переустанавливайся. Ну, пусть... Нет, тут периодически что-нибудь слетает. Переустановка, в принципе, хорошо. Это install third-party Jupyter Notebook Extensions. Используйте user-option while executing Jupyter. Установим эту переменную. Bash.ru. No. Нет, много переменных. Почему она начала работать? Нам нужно выйти, зайти заново. Tens. Так, понятно. Здесь у нас добавляется конфигурация сервера, а таким образом мы должны его запустить. Так, это нам уже не надо. Что там вообще есть? А тут ничего нету. Ну ладно, сгенерируем тогда конфигурацию. Теперь пошаиваемся. Посмотрим, что он там нам нагенерировал. GetConfig. Logi. Конфигурация логов. Меня интересует, как установить домашние директории для ноутбуков пользователей. Например. Какой-нибудь там. 2, 3, 4, 5. Какой хилый реквентер на почве. Да, даже можно было здесь ошибку сделать. Теперь его копируем. И должны. Так, это что? Типа мой пароль. Какой он сказал вставить вместо-то? C-notebook. Вот сюда мы его вставили. Кавычки одинарные, потому что это та же самая питоновская программа. Open Browser. False. Вот эти надо установить, значит. Директории to use for notebooks. О, отлично. Отлично. Давайте мы здесь сделаем так. Home. Раскомментируем. Пускай у меня здесь будет какой-нибудь... Project. Spider. Pvd. Вот там наш директорий. Сейчас его скопируем. Вот там будут храниться ноутпуки. Вообще, мальчак старшийся. IP. Звезда. Что там еще надо? Password Open Browser. Одну вещь, кстати, забыл сделать, которое там было срочно сделать. Это у меня машина, на которой конфигурация моей сети. Локальной, вычислительной. С VPN встроенным. Опять же, локальным. То есть, вот это мы пока сделать не сможем. Потому что у меня еще не пингуется JPyther. JPyther вот этот. JPyther. SL. Net. . . Так и что, как запускать-то его? В конечном счете. JPyther. Firewall. Все так. Ну, Firewall я уже настроил. Ого. Пароль. Этот не подходит. Этот подходит. Понятно. Другой пароль поставить. Yes. I want to shit up. Кстати, интересно, может несколько пользователь, одновременно с ним работать. Такой конфигурацией. без zero-on-queue. Так. Мы здесь это комментируем. Конечно. Даже ротектируем. Сюда shift-insert. Так. Это я на всякий случай оставлю. Тут не будет работать. Так. Джейсоне же не работает эта штука. Давай и так. Опять. Копии. Что за argon? Интересно. Кэш и прорывание HTTPS не сделаем. Наш пароль можно спокойно взломать. Так. Джипайтер. Ноутбук. Заработал. 9.4.5. О, работает. New. Ооо. Import. Сейчас какой-нибудь пример взять из matplotlib. Просто его вбить туда. Examples. Вот временной ряд есть. Отлично. Копирование. Run. Ооо. Работает. Так. Ну это вопрос номер один. Вопрос номер два. Соответственно. А что делать импортируемыми модулями-то? Сцепай. Что? Сработал что ли хотите сказать? Сработал. Ну да. Загрузился. Да. А. Он значит пакет должен устанавливать быть на самой машине. Да? Похоже. Ну ладно. То есть если что-то будет не хватать вам, да, то соответственно надо будет устанавливать. То есть просто пишите, я устанавливаю. Так. А если вы можете куда-нибудь записать теперь. Сейчас проверяем. Ооо. Вот это еще можно заметку красивую делать. Файл. Save as. Например. Test 1. Save. Проверяем. Control R. Ооо. Checkpoints. Title. Тест. В общем, короче, оно все сохранится. Ооо. Картинка тут даже еще. Отлично. Все работает. Единственное, теперь я сейчас когда выйду с этого виртуальной машины, да, соответственно все упадет. Так этот еще не работает. Make file. Have. Phone. Server. If. Server. Start. Server. Server. Есть. Start. Server. Server. Так. Так. Сейчас проверим. мы работаем отлично теперь надо его запустить внутри виртуального окна чтобы при выходе окна которые вам показываю сейчас он не самоубилка так старт процесс инскрин есть такая специальная утилита скрин экзекьют хоман скринт энд детечки ты что отключиться это виртуального окна автоматом вот он скринт и потом команда пошла accept all cookies shift insert это вот так сделаем для надежности чего никто ничего не увидит скрин тире x там ничего почему-то не работает ну ctrl-a-d это еще могу подключиться посмотрите работает там что-нибудь или нет как тут дела еще никак ран а все работает такой сенсплей с этих это пример даже есть не работающий садил постель ноутбук то есть можно пробовать запустить его сделать новый ноутбук текст пускай то рам селик белом но не ругается уже хорошо так где он кто закрывает закрываю закрываю перинг тест ты до копирование данные теперь эти данные рисуем на экране теперь надо через них провести сплай это тоже закрыть в общем есть куча теорем самый из них известная на слуху теорема котельникова то есть если вы хотите сигнал оцифровать надо чтобы частота отсчетов ну то есть какое количество вот этих вот красных точек за одну секунду то есть частота отчетов должно быть больше чем максимальная частота сигнала больше в два раза тогда в принципе можно довольно хорошо оцифровать сигнал то есть например голос человека да или вообще звук там инструментов музыкальных еще чего-то звук который слышит человек он вот и чистота дискретизации то есть частота отчетов у звуковой карты равна 44 килогерца она больше чем больше в два раза чем максимальная частота звука которые ухо человека способно слышать вот сплайн это один из способов гибко тут все представить так вот сделать arrange чё за n минус 1 пи делить на 50 mp пи умноженное на 3 например чем получилось в результате но это местоположение теперь y равно mp синус от x fit спормируем сплайн аппроксимировать синусоиду теперь надо их нарисовать слишком в части в части вот теперь надо сплайн сплайн интерполировать его где там первый вариант у нас y fit интерполит x fit здесь у нас y run what's problem with plan this derivative too many variables turn back что там тут в паре мне хочет еще одно какое-то значение x fit x fit x fit interpolate а зачем здесь два раза интерполяцию делать find this plane representation of one day curve evaluate this plane of its derivatives given the given the knots and coefficients of this plane presentation weight value of smoothing да она еще на два этапа делается это надо теорию of this plane of смотреть и пока скопируем x fit у нас уже есть x fit y x fit y x fit y а несколько их рисовать получается run да это spline интерполяция причем она дискретно нарисована что не очень удобно если бы не функцию рисовали а тогда надо x fit точно более такой ну понятно это мы вычисляем y значение уже по spline от ck это как раз объект который собой spline представляет чтобы вот эта штука у нас была сглаженная нам надо ее чаще поэтому можем спокойно ее делать вот так и запустить run так вот она теперь кладкая видите да spline то есть он уходит выше единицы вот на передаче был вопрос такой такой координате x синус от x становится большим единицей приводит несколько примеров pinado там 0 но у нас дисплей интерполяция нам нужно так нам нужно вот эту картинку поставить вот сюда здесь будет x fit 1 он запоминает он запоминает вот 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 что у нас там стояло то ppна3 ну вот сплайн интерполяция синуса можно, конечно, над ним еще поиздеваться где там наш синус синус умножить time p точка косинус например, xfit умноженное на 2 частота ага вот они так вот идут ну вот другая интерполяция ну вот, типа, второй лабу даже сделали проверяя сервак чем у нас тут а тут все еще тихо надо еще пару часов туда ждать ну что наверное, тогда заканчиваем наше веселье можете попробовать пользоваться ну, к утру, наверное, заработает jpyter я надеюсь по крайней мере если что, кстати, да если что, когда я установлю уже https протокол то адрес будет такой http s двоеточие jpyter и scnet ru то есть будет у нас 88 а не правильно 8 433 какое с до седания и Продолжение следует...